В пятницу 3 февраля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ впервые состоялась запись ток-шоу. Дебютной программой стали политические бои. Это новый пилотный проект политзавода, точнее блока «Ораторское мастерство и политические коммуникации». Специальным гостем в этот день стал член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Олег Морозов. В последнее время очень активно наращивалась материально-техническая база Высшей школы журналистики и нашего телеканала «Универ ТВ». И вот все эти работы, наконец, подходят к своему логическому результату, то есть начало производства, массового производства контента, который будет общепотребляем и на нашем телеканале, и востребован в целом в городе и в республике, в студенческой молодежной среде и так далее. И вот сегодня такая первая большая уже программа пишется. Я думаю, что в перспективе очень близкой мы выйдем на ежедневный режим производства видеоконтента в нашем шоуруме. Политзавод – это проект по подготовке кадров для Татарстана, который образовывает кадровый резерв. На Политзавод приходят те, кто хочет реализоваться в жизни и стать успешным политиком. Политзавод собрал 780 заявок. В ноябре состоялись очные и онлайн-собеседования с кандидатами, по итогам которых в очный этап проекта было рекомендовано 200 человек. Участники проекта борются за то, чтобы стать лучшими и войти в топ-100. Сегодня Политзавод запускает очный этап. Очный этап посвящен политическим коммуникациям и ораторскому искусству. И недаром мы находимся в стенах высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Сегодня пройдет новый формат. Мы запускаем пилотный формат проекта. Это политические бои. Потому что молодые лидеры, молодые политики, если они хотят, конечно же, стать таковыми, должны научиться отлично говорить. Всего в поединке приняли участие 4 человека. Екатерина Граф, Антон Симонов, Марсель Сиразиев и Дарина Фролова. Участники проекта подискутировали на самые острые и актуальные проблемы студенчества на тему недавно избранного президента США Дональда Трампа и прошедшие события в мире. После тяжелого часового боя жюри удалось определить победителя. Им стал Марсель Сиразиев. Участники были очень сильные. Все были подготовлены. Все были в своей сфере специалистами. И появился, наверное, более конкурентный по стилю взаимодействия. Но в целом я доволен. Стоит отметить, что зрителями сегодняшней программы стали не только участники политического баттла, но и пользователи интернета. Велась онлайн-трансляция. Телевизионную версию можно будет увидеть в ближайшее время на телеканале Универ ТВ. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.